Приветствую вас, знаменим. Смотрите, вот вы обращаетесь вроде бы к психологам, но просто совет. Психолог не дает советов. Это совершенно очевидно и однозначно. Именно в вашей ситуации практическая рекомендация, единственная практическая рекомендация, которой может быть, это максимально полно избавиться от всего, что напоминает о девочке. Вот. Сейчас. Максимально полно избавиться. И максимально полно, как бы, оградить себя от всего, что вам о ней напоминает. Да, ваши мысли, они в результате не уйдут, они не изменятся, скорее всего, но какой-то эффект, какой-то результат все равно будет. Это вот то, что можно реально вам с практической точки зрения порекомендовать. В принципе, на этом все. Потому что больше практических советов здесь нет, здесь остается только чисто проработка личностных проблем. Смотрите, у вас два момента. Первое, это то, что вы, значит, боитесь, что девушка вас бросит. И второй момент, это то, что вы, соответственно, без нее не можете. Значит, первое, вот откуда страх, что девушка может вас бросить? То есть, вот с чем этот страх связан? В принципе, что он себя представляет? Чем для вас так страшно, что девушка вас бросит? Почему вы ее, да, девушку, воспринимаете, как вот некий, знаете, некий, ну, как сказать, некий, может быть, предумеет некую такую вот ценность, которая, ну, вам, условно говоря, принадлежит? Вот, я уверен, что у данного аспекта, я уверен, что у данного момента есть какие-то основания, я уверен, что есть причины. Причины, по которым вы воспринимаете девушку именно так. И вам очень желательно разобраться с этими причинами. То есть, очень важно рассмотреть, почему вы воспринимаете девушку как элемент, ну, вот принадлежности. То есть, вот, что вам она принадлежит. Хотя, на самом деле, да, там, никакой, в общем-то, принадлежности вам речи не идёт, да, и... В принципе, идти не может, по-моему, если она человек. Вот. Вот. Как изменится, вместе с тем, как изменилось бы, наверное, я бы даже так спросил бы, как изменилось бы ваше представление о себе, если девушка вас бросит. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд, потому что напрямую зависит от того, как вы... воспринимаете себя, вот, и что вы, вообще-то говоря, что вы о себе думаете сам. Вот. Понятно, да, о чём идёт речь? Я надеюсь, я надеюсь. С одной стороны, у нас страх, с другой стороны, желание быть с ней, да, желание находиться с ней. С чем это желание связано, конкретно, опять же. То есть, с чем связано вот то, что вы хотите быть с ней, почему вам так важно быть с ней. Вот. На мой взгляд, это тоже очень важный момент, на который нужно обратить самое причинное, в общем, внимание. и причинно изучить это, потому что, опять же, это составляет основание для того, что вот вы как раз текотеете к... и все ваши мысли только только к ней. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, существует проблема, проблема реализации вашей. То есть, если вы как-то вот через, ну, через чур, зависимо от девушки, если вы через чур, значит, на неё направлены, вот, то... то... ... вполне может быть, что... ... речь идёт... ... о том, что вы... ...эээ... ... как же вот... ...то... ...тотально, глобально... ...ээээ... ...вээээ... ...вээээ... ...вэээээ... ...ээээ... ...эээ... ...ээээ... сложность, в этом тоже может быть определенная проблема, на что также необходимо обратить внимание. Вот. А ну, как бы вот, вам свое внимание нужно обратить на это. Это важно. Это очень важно. Наверное, это одно из, один, точнее, из самых важных моментов, на которые вам здесь нужно обратить внимание. Вот. А что мне самому нужно? В чем я сам нуждаюсь? В чего я сам хочу? Что мне самому нужно? Вот. В чего я сам желаю? Вот это, мне кажется, принципиально важная история. Вопрос, конечно, заключается в том, насколько вы это реализовываете. Да? И вот, опять же, по мере, вот по мере продвижения психотерапии, вы будете разбираться в своих чувствах, вы будете разбираться в своих эмоциях, вы будете разбираться в том, что вообще происходит с вами. Вот. И соответственно, соответственно, вам будет, ну, эм, гораздо лучше, гораздо яснее, вы будете понимать, что вообще происходит с вами, собственно говоря. То есть, вот, какой, эм, конкретно, вот, эм, конфликт у вас в эм, ну, внутри, внутри, вашей личности, 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 личности. Вот. С чем он связан, этот конфликт, внутри, внутри, внутри вашей личности, личности. Вот, эм, собственно, эм, что нужно, эм, рассмотреть в обязательном порядке. Вот. Поисследовать это. Эм, после чего уже, эм, разбираться, эм, ситуацию, эм, и вырабатывать, наверное, те, наверное, вырабатывать, эм, какие-то, ну, какие-то аспекты этой, эм, этой истории, этой ситуации, этого момента. Вот. Вырабатывать, именно. Вырабатывать, осознавать, смотреть, менять и прочее. Ну, я уверен, что вы сами захотите это сделать. Вы хотите сами, эм, вот, что-то изменить. Если вы начнете осознавать. Да. И, как ни парадоксально, но, вот, какое-то такое, какая-то точнее, такая, такая, эм... Эм… Ну, какая-то такая вот эм… А… ну, какая-то история, да, о том, что вы делаете что-то неправильное, да, это тоже от ограничений себя. Понимаете? Какая штука. Поэтому я думаю, что очень важно разобраться, в чем вы себя ограничиваете, что вы себе запрещаете, что вы пытаетесь, в каком-то смысле компенсировать за счет девушки, опять же. Боюсь. Можно рассмотреть, с чем она вас ассоциирует, в принципе, с чем она вас ассоциирует, какие ваши желания с ней связаны и прочее. Это очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Надеюсь, что помог. Если это так, то буду вам благодарен за оценку его в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Слава! Продолжение следует... Продолжение следует...